Добрый день, коллеги! Рад приветствовать вас в демонстрационном зале компании Pimatic, где сегодня я хотел бы вам продемонстрировать работу терминалов серии Meeting Bar в BYOD режиме. Сегодня мы рассмотрим этот режим на примере терминала Meeting Bar A20. Здесь вы можете его увидеть. Также нам для этого режима потребуется сенсорная панель с TP18. И рассмотрим два варианта работы BYOD режима. Это на примере проводного с использованием VCH51 и при помощи устройства нового, это WPP30. Давайте посмотрим напрямую на работу через сенсорную панель. Она нам в этом случае понадобится обязательно, через которую мы, соответственно, видим элемент управления сейчас Microsoft Teams. Но так как нас интересует именно BYOD режим, для этого мы нажимаем на вот эту маленькую стрелочку, где, соответственно, мы можем выбрать интересующий нас BYOD режим, либо, как он здесь называется, Device Mode. После перехода мы видим инструкцию на экране самой сенсорной панели, как нам запустить BYOD режим. Давайте в качестве примера сейчас более простого возьмем именно беспроводное решение WPP30 и я его подсоединяю напрямую в свой компьютер по USB, а в данном случае интерфейсу. Жду, когда у меня запустится приложение. Параллельно уже сам терминал понял, что мы подсоединили WPP30, он предварительно был настроен. И на самой сенсорной панели мы видим, что у нас появились элементы управления микрофоном, камерой, а именно включение-выключение. В том числе, доступны различные режимы раскладки от такого, как ручное управление, автокадрирование и так далее, которые непосредственно реализуются на самом терминале MeetingBar A20. И можем выйти из этого режима. На самом компьютере мы можем заметить, что у нас на примере приложения Zoom появились такие новые устройства, как E-Link Room Camera и E-Link Room Device. Они там называются динамик телефона с отменой эхо, который как раз и говорит о том, что у нас успешно подсоединился BYOD режим. Давайте я завершу этот процесс, выйдем из BYOD режима. Терминал у нас возвращается в режим Microsoft, потому что мы из него вышли. Проводной режим BYOD активируется точно таким же образом. Запускаем через сенсорную панель BYOD режим, берем в руки VCH51 и обязательно берем его с переходником на USB-C. И благодаря тому, что у меня, собственно, такой же интерфейс есть, я его подсоединяю в свой компьютер. Терминал автоматически переходит непосредственно в этот режим и нам доступны те же самые средства по управлению камерой и микрофоном. Хочу обратить ваше внимание, что на телевизор автоматически выводится демонстрация экрана с ноутбука. Благодаря BYOD режима, терминалу серии Meeting Bar A2030 можно использовать не только с платформой Microsoft Teams и Zoom, но также и с теми программами, которые мы можем запустить на своем персональном компьютере. И помимо того, что мы получаем доступ к периферии терминала Geolink на своем компьютере, мы также при помощи сенсорной панели можем управлять как микрофоном, включать и отключать его, включение и выключение камеры, выбрать раскладку камер непосредственно в сенсорной панели, что сильно увеличивает удобство использования данного комплекта в BYOD режиме. Благодаря чему призываю вас, соответственно, рассматривать данное решение к приобретению. И если у вас остались какие-то вопросы или интересующую вас тему по оборудованию Geolink, прошу писать вас об этом в комментариях. Мы постараемся их реализовать или, если есть какие-то вопросы, соответственно, дать на них ответы. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.